Взял, почитал, вернул на место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Рукой так эту штуку наверх поднимаешь, и водичка текла. Заброшенный дом, потому что яблони просто так не растут. Пункты выдачи есть, магазины продуктовые есть. Значит, два раза здесь вообще просто, я смотрю, нет. Обратите внимание, друзья, почему до сих пор в 24-м году люди живут в таких условиях. Да, частный сектор, по мне, это прекрасно. Проверяем, держится крепко. Сюда очень много приезжает людей. Здравствуйте. Вообще не удивлюсь, что это либо 90-е годы, либо еще советских. Кирпичные дома, основная торговля. Здесь большое количество. Да, малоэтажная застройка. Здесь просто чудесно. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Мы с вами в поселке городского типа с названием Сиверский. На 24-й год население составило официальным данным 13 126 человек. 72 километра до Санкт-Петербурга, до его центра, или 35 километров до центра Гатчина. Здесь есть и промышленные производства, здесь есть, соответственно, и торговля. Сегодня посмотрим, как живет, чем живет этот поселок. Погнали! Практически Голландия. Обратите внимание на красивый фасад. Посмотрим. Ресторан, наверное, какой-нибудь. А нет, закрыто. Фотомагазин. И здесь был секонд-хенд. А мы с вами у вокзала. Давайте вот здесь проходной пройдем. Соответственно, вся основная торговля – это здесь. Шаверма, пивточки. Ну, все, в принципе, как мы, друзья, с вами любим. Большое количество зелени, малоэтажная застройка, очень много частного сектора. Вот такие свои, обратите внимание, зоны отдыха. От станции Сиверской до Санкт-Петербурга можно доехать за час. Билет стоит, если не ошибаюсь, 138 рублей. Ну, в принципе, знаете, вроде расстояние большое, но при этом можно спокойно спать час в электричке, пока все остальные едут в пробках или трясутся в метро до своей, соответственно, работы. Поэтому я всегда рекомендую рассматривать Ленинградскую область. Вот здесь команда 47. Ну, вот впереди мы уже видим эту железнодорожную станцию. Тут, в принципе, все достаточно недалеко. В советское время здесь были колхозы-совхозы, но на данный момент осталось совсем очень-очень мало. Да, местная администрация, полагаю, про ливневку и водоотведение вообще ничего не слышала. Смотрите, какое море. А вот обратная сторона этого здания. Обратите внимание, оно здесь недостроенное. Но вот оттуда смотрится очень красиво. А, вру, это вторая очередь его получается. Парковка, вокзал, естественно, коммерция. В принципе, даже особо ездить никуда не нужно. Все есть здесь. Ну, если хочется чего-то больше, естественно, нужно ехать либо в Гачину, или в Санкт-Петербург. Кроме электричек есть, соответственно, маршрутки. На автобусе можно тоже доехать и в Гачину, и в Санкт-Петербург. Местные жители здесь очень часто проходят вот по этому пути, чтобы выйти на вокзальную улицу. А в основном здесь застройка – это советская, малоэтажным панельным жильем, но также есть и новостройки, практически на выезде из поселка. Мы с вами на вокзальной улице, кадушки с цветочками, парковка, большое количество различной коммерции, салоны связи, магазины. Ну, в общем, здесь все, друзья, есть для комфортной жизни. Через поселок протекает речка Воридиш. И сюда очень часто огромными толпами приезжают те, которые любят кататься на сапах. Едут из Питера, из Гачины, из областей. А вот и вокзальная площадь, друзья. Основная торговля, место встреч и всего остального. Конечно, из плюсов то, что большое количество зелени в советское время любили деревья, в отличие от российского. Впереди мы с вами, друзья, видим братское захоронение, липы вдоль аллеи, где похоронены герои. Вечная память борцам, павшим за свободу и независимость нашей Родины. 1941-1945 год. А здесь захоронены советские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны в числе захороненных. И обратите внимание, какой большой список. Справа от воинского захоронения детский садик, обычный типовой, советский. Таких садиков, кстати, таких проектов в Полинобласти достаточное количество. Вокзальная улица и улица 123-я дивизия. Сейчас мы выходим туда, чтобы подойти к речке и посмотреть ее. На речке расположена Сиверская ГЭС. Тоже посмотрим ее, друзья, что там. Ну вот, обратите внимание, вот она, обычная, типовая советская застройка. Кирпичные дома, панельные дома, очень много панелек. Четыре-пять этажей, вот не видно вообще никаких высоток. Вот вблизи, как смотрится, детский садик. Видите, тоже было здорово, что чем типовые проекты хороши, тем, что сделали один проект, при строительстве его модернизируют и проект множат. Он получается недорогим и хорошо продуманным. Видите, Сиверский городской поселок. Здесь, кстати, даже есть свои достопримечательности. Музеи, церковь, 1800 какого-то аж года. Ну, смотрите, вот вообще не удивлюсь, что это либо 90-е годы, либо еще советских времен. Вот это все такой паровозик. Вот, в принципе, практически мы с вами и дошли до речки, надо спуститься вниз. Улица МТС. Интересное название это, в связи с чем, в чем название старая. МТС тогда вообще еще не было, никто не знал вообще, что это такое. Свежий воздух, зелени просто огромнейшее количество. Здравствуйте. Андрей Артемов, подпишитесь. А вот, друзья, Сапы. Сюда очень много приезжает людей для того, чтобы поплавать на них вот в этой речке. Ох, тут какая стоячая вода-то. Ого, Северская ГЭС. Да, и все в Сапах. Сейчас дойдем до нее. В небольших вот таких городках для меня лично есть свои такие значимые плюсы. Это небольшое количество людей. Напомню, проживает всего лишь по официальным данным 13 126 человек. Своя река, своя ГЭС. Обратите внимание на озеленение, частный сектор. Можно купить дом, можно купить квартиру. Здесь, кстати, квартиры стоят, друзья, однокомнатные от трех с половиной миллионов рублей. Ну, понятно, да, это будет советская постройка, нужно будет сделать ремонт. Но это в любом случае дешевле, нежели чем приобретать квартиру в Санкт-Петербурге. Также, соответственно, мы с вами понимаем, что три с половиной миллионов рублей это не такая большая сумма в недвижимости. И, соответственно, у многих это первоначальный взнос. Так что, вместо того, чтобы покупать дорогущую недвижимость в ипотеку на 30 лет, можно приобрести, к примеру, здесь квартиру. Да, вот она, Сиверская ГЭС. В каком-то, знаете, разрушенном состоянии. Собирается вода, он тут уточки, идет вниз. О, а здесь, обратите внимание, друзья, как саперы, да, наверное, их можно назвать. Как это правильно? Проверяем, держится крепко. Вот как вода бежит вниз. Вот отсюда не отчаливают, пристань такая сделана. Да, здесь, конечно, понятно, что ничего не работает, к сожалению. Красиво как, да? Да, когда-то вырабатывало электричество, но что-то уже давно ничего, видно, не вырабатывает. Ну и такое ощущение, что требует ремонта давно уже. Тут у нас интересная порода. Сверху уже видим песок, земля, сосны. Даже не знаю, что это. Не удивлюсь, что здесь можно будет найти какие-нибудь старые окаменелости. Вон, смотрите, сколько сплавляется по реке вниз. Течение здесь не такое большое, достаточно комфортное. Ну, а мы поднимаемся в горку, друзья, к частному сектору. Знаете, такое обычное садоводство были обычная деревушка, двухполосная, достаточно узкая дорога, тротуар по одной стороне и, соответственно, частный сектор. Если не полениться и загуглить, то здесь большое количество, друзья, для такого маленького поселка, пансионатов для детей и лагерей, куда их в советское время, естественно, отправляли родители. Блин, ну, здесь просто чудесно. Такая, друзья, красотища, такой свежий воздух, блин. Я, конечно, не катаюсь на сапах, здесь можно, кстати, взять в аренду, кто-то на своих приезжает, большое количество машин, где видны вот эти сапы наверху, там в большом количестве. То есть люди сюда приезжают, вот смотрите, какие сосны вековые. О, красота! А мы с вами идем дальше. Наша прогулка только начинается. Дома здесь, соответственно, есть разные, которые еще вот практически там довоенные, послевоенные. Стоимость начинается от 6 миллионов рублей за дом с участком земельным. Естественно, хорошие, качественные, более современные дома, они уже стоят там в 2-3 раза дороже. А за деревьями мы с вами, друзья, видим двухэтажный, не знаю, дом его тяжело назвать, это больше барак. Таких проектов по Ленобласти хватает. Есть одна-двух подъездные. И представляете, здесь живут люди, удобство на улице. На дом посмотришь, ну вот печаль, конечно. Почему до сих пор в 24-м году люди живут в таких условиях, для меня, честно говоря, загадка. Но зато, видите, пластиковые окна есть. Тут даже заходить страшно. На кровле шифер, почта. Смотрите, как все сгнило уже. Ох, какие тут ароматы. Да, вот так это все выглядит. Туда стрёмно заходить, друзья. Советская вагонка. Дровяное отопление. Красота. Вот что-то уже похожее на новостройку. Обычный, стандартный проект. Советский. Таких очень много в области. И не только в области. Но это уже что-то посовременнее. И обращаю внимание, вот тоже смотрите, друзья, какого размера окна здесь и какого здесь. Вот здесь они больше. Но приятно, конечно, что три этажа. Есть газ. Улица Красная, дом 31. Значит, двора здесь вообще просто, я смотрю, нет. Парковка для машин и трава. Пункты выдачи есть. Магазины продуктовые есть. Даже есть, обратите внимание, дровяная баня. Яблоня с яблоками. То есть вот здесь у кого-то когда-то был дом, потому что яблони просто так не растут. А, да еще тут... Ну, тут видно, да. А, там чей-то дом за лесом виден. Смотрите, какая только красота. Реально такая, знаете, дорога среди леса. Сейчас у нас есть кладовки, а раньше вот такие были зоны хранения, где люди хранили что-то ненужное. Но жалко было выбрасывать. Вот такая здесь красивая церковь. Очень ухоженная территория. Парковка. Понимаю, могу полагать, что-то дом, где живут настоятели церкви, служащие. Петропавловская церковь. Это, друзья, деревянная. Смотрите, какая красивая. А тут у нас такой, смотрите, заброшенный дом. Что тут написано? Аварийный дом. Декоративные элементы обшита вагункой, советская вагунка. Деревянные окна, крыша из шифера. Дом под снос. Вот смотрите, как заходишь, есть сразу тамбур. Обои, лучина, кирпич старинный. Обои, видно, уже современные. Раньше таких не было. В таких домах когда-то жили люди. Да, туда не пойду. Раз написано опасно, лучше не залазить. Подорожник, это сколько здесь, много. Да, и вот здесь еще какое-то количество времени назад жили люди. Тяжело, кстати, жить, когда у тебя в доме нет никаких удобств. Туалет на улице, вода на улице, горячей воды вообще нет, если только ты ее соответственно сам не нагреешь. И когда печное, соответственно, отопление, потому что нужно пилить, колоть дрова и постоянно отопить в холодный период. А если зимы такие будут, как в этом году и в прошлом, до минус 30 и ниже, то, конечно, дров нужно достаточное количество. Но все равно даже топить этими дровами получается дешевле, нежели чем оплачивать отопление в городе. В этом году максимальный счет был 8600 рублей. Ну, я считаю, что когда ты живешь здесь постоянно, то есть как бы... За забором Северская школа-интернат. Здесь несколько детских домов. Очень жаль деток, которые растут без родителей. Ну, видите, написано «Школа жизни». Красивая территория. Но лучше, когда дети живут со своими родителями. Вот мы с вами, друзья, и дошли до музея дачная столица. Вот она, музей. Дверь открыта. Так. Посетители музея совершают путешествия во времени от первой половины XIX века до 70-х годов века XX. С 10 до 18 работает выходной день понедельник-вторник. Летний режим июнь-юль-август с 10 до 18 без выходных. Достопримечательности Гачино и Гачинского района. Смотрите, надо сфотографировать. Смотрите, друзья, красота какая. Больно, здесь же умывание когда-то было. Мыло. И ведро на рассюхе. А, все, извините. Какое произведение искусства. Помню, когда был в пионерском лагере, то тоже играл на барабане вот с такими же палочками. Стифлаг, Ленин. Кто помнит еще пионерские галстуки, друзья, пишите в комментарии. Я такой зубной порошок помню. Гири. Рукой так штуку наверх поднимаешь и водичка текла. О, такое, полагаю, многие помнят у бабушек своих. Самовары различные, часы, радио советское, посуда тех времен. помните, у многих бабушек квартирах есть вот такие металлические изделия под хранение различной сыпучки в белых горошек. Кирогаз. Помню, у нас на даче такой был. старинные утюги. Туда уголь закидывали, гладили доски постирочные, то есть стирали белье четверть детс, конечно. Вот она, стиральная машинка. Получается, СССР Рига 17. Постирал, вот через эту штуку отжимал, крутил, чтобы доставать белье, вот такие были, когда его варили щипцы. Ну, вот здесь только посмотрите какой набор раритетный. Раньше да, Целунский был настоящий чай, не то, что сейчас. Какой стол рабочий. Какой вокзал смотрите раньше был. Ох ты, какой телефон. Офигеть. Ручку крутишь, звонишь, и тебе соединять с кем надо. Это фонарь. Отсюда похоже вода вытекала. Плитка раньше какая была. Это для каминов обычно. Музыкальный инструмент. Орган соловей. Черепица. Ох ты, какая красота. Все вручную делали. Натуральное дерево. массив. Смотрите, как красиво. Здесь своя исек тропа. Просто такой восхитительно вкусный воздух. Вот эта липовая аллея. Можно вдоль речки пройтись погулять. И причем бесплатно. Только обратите внимание, вот оно, русло реки. и как высоко с этой стороны дома. Северский утес. Дошел до моста. Храм, который мы с вами проходили. Тропа Майкова. Вот такой советский мост. вот эти саперы с одной и с другой стороны. Друзья, вот здесь пока шел маршрут просто шикарнейший. Кто любит кататься, обязательно приедете, покатайтесь. А вышли, друзья, с вами на Большой проспект. И вот сейчас повернули налево и двигаемся в сторону железнодорожной станции. Вот еще одна церковь, это все северский. Обратите внимание, что это реально деревушка. Очень комфортная городского типа деревушка. Помню, прям как у бабушки в деревне были колодцы, вот просто знаете, общие для всех. Обычные кольца, открываем. Что-то воды-то не видно. Ого, как глубоко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть колец, и там внизу что-то еще такое. В общем, давно он не используется, друзья. Здесь мы с вами видим, что такой течет ручеек, но по предыдущему руслу здесь большой был массив воды, который втекал как раз в реку Оредиш, который параллельно проходит этому мосту. Ну и вот она Сиверская. Даже есть свой Апарт-Ате, я, честно говоря, удивлен. Здесь, друзья, отмечу, что достаточно большое количество мебельного производства в этом поселке городского типа. За кустами вижу памятник кому-то. Смотрите, сколько зелени, друзья. Вот молодцы. Так. Аполлон Николаевич Майков. Талантливый поэт, художник, философ и просветитель. Родился в Москве. Вот ему памятник. Смотрите, книги, обмен книг. Взял, почитал, вернул на место, принес еще книги. Подписка целая дача. Обычный подъезд, пятиэтажечки, дверька открыта, заглянем одним глазком, потому что, в принципе, все то же самое, что и у нас, все одинаково. Панельный дом. Перелось мы арматуру доварили, переломали все. Детскую площадку видим во дворе. Здесь, кстати, все в порядке социальными объектами, школами, садами. Есть даже своя больница. Чебурашка, ничего себе. Какие арт-объекты. Так приятно, конечно, когда жарящий на улице, а у тебя такое количество зелени. Сюда можно зайти. Смотрите. Да, долгостройщик. Интересно, швеллеры сверху, панели. несущие колонны такие мощные. Вот и все здание. Привет, парни. Вы в Северске сами живете? Расскажите, чем вообще здесь молодежи можно заниматься? Ну, гулять. Развлечения вообще какие-то есть, кроме гулять купаться. Тут есть очень хорошие места, где купаться можно. Ну, в реке? Ну, там вот дальше едете на автобусе, и там очень хорошо купаться. Какое-то другое развлечение? Где-то потусоваться, вместе сходить куда-то, в кафе, там еще что-то. Ну, тут есть Шеверленд. Шеверленд, это кафе местное. Да, 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 и туда очень много людей ходят. В Питер ездите? Да. На чем ездите? На машине? На машине. Сколько ехать по времени? Полтора-два часа, ну, смотря, это докуда. Если именно до торгового центра лето, то примерно час-двадцать. Час-двадцать, ну, в принципе, недолго. Если прям до центра, то часа-два. А на электричке? А на электричке я не ездил. Не ездил еще? Не ездил. Ясно. В школе учитесь? Да. Я вот, вот он учится вот в этой школе, я вот во второй учусь в школе. В школе много одноклассников в классе? Ну, у меня двадцать человек. Двадцать человек всего? Ну, тоже двадцать. Блин, офигеть, в Питере там и за тридцать есть. Ну, потому что там много этих. Новостроек. Да. А здесь есть старые дома только, советские? Не только старые, но есть вот, если подальше туда прогуляться в городок, там есть прям новые дома. тут что-то новое строят. это вот там, получается, за переездом белого цвета такие, да, стоят? Да, да, да. Ну, что-то строят. А сами в квартире живете или в частном секторе? В квартире. В квартире? Как у вас с горячей водой, с отоплением? Ну, хорошо. Все хорошо. Выключают редко. Редко выключают, да? Да, да. В Питер не хотите перебраться? Да нет, вот лучше. А почему? Чем здесь лучше? Ну, свежий воздух, как минимум. Согласен. Меньше людей. Согласен. Ну, природа, покупаться, прям удобно все. В общем, удачи всем передаем, привет большой. Благодарю, парни. до свидания. В общем, за полтора часа обошел Северский, не только Северский. Мне очень понравился городок, его малоэтажность, огромным количеством зелени и всего в принципе нужного для жизни. Конечно, времени не так-то и много. Нужно, конечно, сюда приехать, не знаю, может быть, даже на два дня, чтобы все посмотреть, потому что здесь достаточное количество, друзья, достопримечательностей и есть куда сходить. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, оговорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok